всем привет в сегодняшнем видео посмотрим есть ли жизнь за пределами джанго смотреть будем на примере минималистичного фреймворка starlet почему именно он ну потому что на фласк уже все насмотрелись starlet для меня примечательны тем что он основан на айсинк айо библиотеки соответственно асинхронный очень быстрый поддерживает веб-сокет и граф ql и много интересных других штук ну и кроме того на нем базируется другой замечательный фреймворк фаста начнем с установки установка делается просто pip install starlet кроме того в качестве дополнительной зависимости необходимо установить один из предлагаемых аске серверов ну и в качестве примера приведенных викорк кроме этого есть список зависимости в зависимости от зависимости в зависимости от того что будет использоваться в вашем проекте вашем в приложении и приведет код того как все зависимости можно установить одновременно ну давайте воспользуемся этим подходом чтобы не заниматься ручной по штучной установкой копируем открываем весь код у меня заготовлена папка в который первым шагом создаю виртуальное окружение поэтому три конечно активирую его и и устанавливаю зависимость кроме этих как зависимости как говорится в документации необходимо установить ювикор процесс установки прошел успешно устанавливаю сервер юникор дальше если следовать документации они предлагают вот такой вот простой hello world проект давайте его скопируем посмотрим что будет запускают они его вот такой командой так еще одна попытка и вот наш сервер работает наше приложение готово к тому чтобы принимать запросы и мы видим ответ hello world это джейсоновский объект с ключом hello со значением world хорошо но не так интересно мы пойдем другим путем и сделаем приложение побольше которым будет использован фронт-эндовский фреймворк bootstrap шаблонизатор джинджа все зависимости все части нашего приложения будут разнесены по отдельным модулям то есть нечто похожее на такое серьезное продакшн решение и чтобы реализовать наш план мы первым делом создадим модуль в котором пакет в котором будет содержаться весь код нашего приложения назовем его старт-ап для того чтобы папка превратилась в пакет создадим нам файл и не допивай именно в него разместим весь наш код перенесем вот сюда для того чтобы запустить наше приложение в такой компоновке необходимо немножко изменить команду серверу uvicorn сказать что теперь объект нашего приложения ап находится в модуле старт-ап и получаем тот же результат но мы пойдем дальше нашем примере маршруты нашего приложения создаются в виде списка прям непосредственно в момент инициализации нашего приложения давайте вынесем все это в отдельный модуль для этого создадим модуль раутс и в нем импортируем все необходимые зависимости для создания маршрутов from starlet routing импорт раут дальше создадим список раутс который будет содержать объекты наши раут функции в нашем примере это ссылка маршрут на домашнюю страницу endpoint home и дадим ей имя чтобы впоследствии по этому имени можно было ссылаться на этот маршрут реверс endpoint принимает функцию view функцию которая и формирует http response в нашем случае вот она эта функция давайте перенесем определим ее здесь запустим наш сервер и проверим что все работает как и раньше home page is not defined все верно раз уж мы отсюда удалили для того чтобы все продолжало работать нам модуль с маршрутами необходимо импортировать наш модуль раутс и список с маршрутами допускаем сервер запустился переходим видим что все продолжает работать точно так же как и было теперь необходимо и функции которые view функции которые создают ответ на запрос тоже вынести в отдельный модуль запустим пробуем запустить наше приложение перезапустить home page is not defined да то же самая проблема теперь надо импортировать нашу функцию view функцию сюда в модуль раутс переходим по ссылке и видим что работоспособность сохранилась при этом мы разделили функционал нашего приложения на модули теперь каждый модуль отвечает за свою функциональность в модуле view будут содержаться функции которые отвечают за подготовку ответа модули раутс будут содержаться функции которые не функции объекты которые отвечают за то чтобы заниматься маршрутизации мапировать входящий запрос обработчику сопоставлять с тем кто будет обрабатывать и готовить ответ ну и в главном модуле и нет будет содержаться создание нашего приложения для того чтобы его мог запустить сервер так как перед нами стоит задача сделать в приложение и в качестве фронт-энда использовать bootstrap то удобнее всего это будет сделать с помощью html шаблонов темплейтов сам по себе сам по себе фреймворк старлет он не привязан к какому-то конкретному шаблонизатору но выбор очевиден это самый популярный шаблонизатор джинджа давайте применим этот шаблонизатор в нашем проекте для того чтобы наши шаблоны с html кодом отложить отдельно и не зависеть от html внутри нашего python кода импортируем наш шаблонизатор возможность импортировать этот класс появилась после установки дополнительной зависимости дальше необходимо инициализировать создать объект шаблонизатор следующим способом во первых указать директорию где будут находиться наши шаблоны пока оставим так для того чтобы наше приложение было универсальным воспользуемся библиотекой по послип для того чтобы сконструировать путь к нашей папке с шаблонами делается это так создадим отдельный модуль с настройками в котором укажем базовую директорию скопируем по сути подход которым идет джанга бейс дир равно пас файл то есть от текущего файла разрезал вид парент осталось только класс пас импортировать из библиотеки послеп таким образом мы системно независимо построим путь абсолютный путь к папке в которой лежит наш текущий файл вот наш текущий файл лежит в этой папке то есть нашей базовой корневой директории будет папка нашего пакета старап далее возвращаемся во вью и импортируем сюда путь к нашей папке ну то есть импортируем модуль целиком так импортировали модуль settings и из модуля settings берем нашу базовую папку и говорим что наши шаблоны будут располагаться внутри нее в папке templates это запятая нам не нужна все шаблонизатор мы инициировали и теперь говорим какой именно файл в качестве шаблона мы хотим использовать template равно даем имя файла home page html html дальше нам нужен контекст по сути это словарь пока он будет пустой ну и вернуть нам надо результат работы нашего шаблонизатора темплейт ответ по шаблону в которой передать первым аргументом наш шаблон в котором произойдет отрисовка вторым аргументом контекст с данными с данными которые 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 являются контекстом так не уберем не вызывало путаницы вот так не хватает тут обязательного атрибута request request равно request давайте проверим что все так нам не проверим не проверим создаем папку templates чтобы наше приложение при активации шаблонизатора смогла его найти и в нем создаем файл шаблона вот болванка заготовка нашей типичной html страницы в стиле hello world давайте запустим наше приложение приложение запустилась без ошибок хороший знак и получили пятисотую ошибку давайте посмотрим что там line 11 во view очевидно опечатка так как это у нас словарь то здесь нужна не запятая а двоеточие перезапускаем обновляем и вот видим что наше приложение работает но теперь она в своей работе использует html шаблон что гораздо удобнее давайте следующим шагом привяжем к нашему приложению фронтендовский фреймворк bootstrap вот домашняя страница проекта bootstrap воспользуемся одним из примеров допустим от этой страницы переходим на нее смотрим page source копируем текст и перемещаем его в наш html template что мы видим есть несколько файлов такие как стили иконки удалю нам для демонстрационных целей они не нужны а вот эти файлы такие как стили которые используются в bootstrap или javascript который ему необходим для работы я хотел бы использовать локально то есть для того чтобы мой сервер их отдавал пользователю и не надо было грузить их с sdm content delivery network откуда-то из интернета чтобы реализовать эту задачу необходимо использование static файлов давайте настроим наше приложение для того чтобы она работала со static файлами для этого необходимо импортировать класс mount mount и добавить еще один маршрут который и будет указывать на папку содержащую наши static файлы так home и на шаг выше будет mount монтируем url static приложение которое мы монтируем будет static files static files static которые соответственно необходимо импортировать static files так и указать в этом классе папку точно точно так же как мы делали в шаблонах откуда мы будем брать наши static файлы пойдем абсолютно тем же путем импортируем сеттинги сеттинг сеттингс бейс дир наша базовая директория продублировалась и говорим что внутри этой папки будет папка static который и будут содержаться наши static файлы давайте сразу создадим ее так запятая пропущена templates рядом с ней создадим папку static static какие static файлы нам необходимы давайте посмотрим ну первонаперво вот собственно стили которая используется таблица стилей вот в минифицированном виде все наши стили давайте скопируем название в папке static сделаем еще одну папку для стилей таблицы стилей и уже в нее поместим наш файл со стилями скопируем содержимое сохраним сразу заготовим папку для я вас криптов gs в которую скопируем файл с я вас криптами так стили скопировали иконки брать не будем значит вот еще есть это небольшой файлик со стилями давайте его тоже заберем и добавим сюда стики футер набор копируем содержимое хотя небольшое размещаем в отдельном файле закрываем теперь переходим к я вас крипто так этот файл мы забрали и вот в конце есть файл с я вас криптом необходимые для работы bootstrap копируем его название размещаем в папке с я вас криптами и копируем туда содержимое теперь необходимо доработать наш шаблон чтобы ссылки на наши таблицы стилей я вас крипты показывали на наши статик файлы а не куда-то там в интернет для этого воспользуемся языком шаблон шаблонизатора джинджа и его специальным специальной функцией так css нам нужно все остальное убираем войны и фигурные скобки дальше url for даем имя static static и указываем путь к файлу так и закрываем закрываем скобку и две фигурных скобки так этот хвост нам теперь больше не нужен повторяем операцию с остальными файлами static css стики закрываем закрываем скобку две фигурных вроде все правильно и еще раз для нашего я вас крипта закрываем скобку две фигурных хвост нам не нужен осталось проверить что все у нас работает ошибки нет хорошее начало и нет url pass for no matching road found давайте посмотрим что может быть не так static смотрим чего же здесь не хватило а не хватило имени по которому мы с вами мы ссылаемся к этому маршруту static запятая name равно static то есть вот этого имени не указали теперь запустим сервер и видим что теперь наше приложение отдает красивую домашнюю страницу которая выглядит отрисована с помощью фреймворка bootstrap 5 версии осталось только дополнить наше приложение некоторыми такими штрихами для красоты ну и первое что сделаем это создадим так называемый базовый шаблон в котором будет содержаться вся структура нашей страницы то есть повторяемые части и перенесем и перенесем в него все то что не касается нашей домашней страницы control x это конечно же вот эта часть дальше дальше у нас идет динамическая часть которую и будут уточнять внутри наших страниц на другие дочерние страницы блок title содержимое блока title заменяем специальным тегом блок даем ему имя и закрываем его все что внутри этого блока будет уточняться с помощью дочерних шаблонов напишем сюда дефолтное значение то есть то что будет показываться если никто в дочерних страницах не уточнил содержимое этого блока сохраняем так дальше все вот это остается переходит к в наш базовый шаблон кроме непосредственно содержимого нашей страницы контейнер и дальше продолжается контейнер и вплоть до конца конца страницы внутри контейнера вставляем блок аналогично блоку title блок назовем его body где будут дочерние шаблоны уточнять то есть вставлять свое содержимое блок body ну и так же заполнитель сюда напишем на случай если никто сюда нам ничего не уточнит и еще местечко есть для футера кастом футер 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 осталось в нашей теперь уже дочерней нашим дочернем шаблоне сказать что мы этим шаблоном расширяем экстенд базовый шаблон как бы уточняем его и пишем блоки в которых эти уточнения происходят ну например блок title поменяем имя и внутри напишем startup example для точно такое же уточнение но уже в title 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 но для тега body то есть основное содержимое нашей страницы здесь оно завершается и еще остается блок футер то есть подвал нижняя часть страницы блок за старт напишем какой-нибудь даме текст осталось проверить как это будет работать обновляем страницу обновляем видим что никакой ошибки не выскочила наше приложение работает как и должно title заполнился тем текстом который мы написали в нашем шаблоне home page содержимое то же самое и подвал заполнился в соответствии с нашим текстом при этом наша домашняя страница выглядит строго и лаконична не только та информация которая относится к домашней странице а вся структура вынесена в бейс осталось добавить пару штрихов для того чтобы было чуть удобнее запускать наше приложение я несу небольшие изменения в файл мэйн он будет так называемым файлом из которого будет проходить запуск импортирую в библиотеку увикорн увикорн и дальше текстовый вариант старт запуск это имя нашего модуля текстовом варианте указываем модуль где искать объект нашего приложения и собственно имя объекта нашего приложения в нашем случае это будет ап дальше по какому адресу запускаться то есть какие айпи адреса слушать хост равно текстовом виде 00 означает что слушать все интерфейсы на моем компьютере и порт порт в моем случае это будет 80 00 0 можно указать параметр reload равно true для удобства чтобы сервер перезапускался автоматически теперь запустить наше приложение можно как обычный скрипт python 3 9 dot пиво приложение запустилась проверяем и прекрасно работает видим тот же результат на этом все спасибо не забывайте ставить лайк подписываться исходный код будет доступен на гитхабе и приятного до